Привет, привет! Ну что, разбираемся с ягодами. Наверное, будет компот и будет творение. Потому что у меня остались маленькие баночки. Маленькие баночки удобно в том плане, что можно и подарить, и на стол поставить, съели, быстро съедается. Ну, короче. С малиной наверное, я ее съем. Либо посушу. Но, с другой стороны, у меня цукаты будут из наливки вишневой. Поскольку там будет один, наверное, поддон, то, конечно, сушить, чтобы сушку ставить, надо поднабрать. Так что, может быть, сейчас вот с этой партии что-нибудь наварим, а сушить будем в следующий раз. То есть, кто-то забит у меня. Так, я стерилизую банки. Наверное, на компот одну трехлитрошечку. Вишенку помыла. Все. Хорошо. Здесь у меня красная смородина. Хорошенькая, да? Но тоже ее надо перебрать всю. Поэтому пока занимаемся вишней. Давайте, куда-то сюда вас ставлю. Не знаю. Как-то пока так. трехлитрошечка. 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 Просто вода. Я ее тогда отсюда убираю. Так, у меня килограмм вишни с косточками. Наверное, я половину пойдет в варенье прямо с косточками. Я вам честно скажу, варенье с косточками вкуснее. А это на компот. Тоже с косточками. Да, наверное, так и получится. Половина на половину. Так. Что? Что по сахару? Здесь у меня неполный килограмм. Так, сюда. 160. Наверное, 200 грамм сахара. 200 грамм сахара в компот. На глаз. Все на глаз. Так, все. Хватит. У нас еще впереди кислая смородина. все. Ставлю на режим суп. Так. Это ой, вода. компот. Компот кипятим сиропом. Воду. Ну, я, в принципе, просто заливаю горячей водой из чайника и ставлю настаиваться. У меня такой экспресс-компот. Он, в принципе, долго у меня не простоит. Настоится, и я его пью. Так, я начала красную смородину чистить. Знаете, то еще удовольствие. Ну, ничего. Так, заливаем первую партию. и я, в принципе, пока так надо я вот из детства знаю что мне мама когда рассказывал как делать что надо наливать горячую воду стараться в центр они на стенке потому что стенки могут лопнуть так премудрость до чистим дальше я видела что вот некоторые кидают прям вот с этими с веточками мне кажется лучше почистить но опять же все делают по-разному нет чего-то правильного или неправильного youtube это вообще такая наичудечнейшая возможность заглянуть в дом по сути незнакомому тебе человеку который покажет там как он делает то как он делает это это не значит что человек чему-то учит нет есть конечно каналы которые обучающие да там претендуют на обучение но в большинстве своем те кто снимает влоги и ничему не учат они просто делятся тем как они делают опять же тоже варенье там не знаю вышивают шлют просто гуляют ну то есть и не надо относиться к этому серьезные и как бы мне ты делаешь неправильно вот я делаю так а ты делай так я немножко не понимаю таких людей которые приходят в дом натоптать как говорится сказать еще что у хозяйки руки жопы может они жопы но не значит что надо ей хамить вы же когда в дом придете к подруге к своей или к соседке зайдете вы же не скажете с первого порога что типа блин как у тебя здесь грязно понимаете чувство такта но все-таки имеет место быть а советы это прекрасно когда дают дельные советы там например кто-то будет а я делаю вот так добавляю то-то то-то это же прекрасно когда люди делятся между собой потому что я еще помню что вот в моем детстве не было такой возможности доступа к большому количеству информации то есть если тебе там надо опять же сварить варенье ты начинаешь спрашивать у кого у своих знакомых у родственников родственники не знают куда давай звонить там бабе фросе в деревне рубаново ну то есть а сейчас все настолько просто и и здорово что есть такая возможность что есть этот youtube который покажет что есть люди которые пускают в свой дом незнакомый мир рассказывать что-то показывает по моему это просто прекрасно что он не жесткий звук такой был у меня банка муху и здесь ну в общем я свою мысль донесла да наверно поэтому я с удовольствием смотрю да как что-то делают как кто-то кто-то готовит так кто-то готовит сяк ну это же так это же так прекрасно что есть возможность заглянуть в мир другого человека задолбался сочи стики на смородину кости я буду ее чистить 300 лет и три дня ну вот как то так слушайте а с малинкой сейчас наверное знаете что еще сделаем пока вода закипела сделаем такую ну мини компотик бутылочки малинку положим ну как я делала с с вишней с персиками где-то все лучше чем покупные да так что сюда так что сюда так что сюда ой сухарочку сахаси 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 Кислоты у меня есть. Есть. У стилочки будет кислота. Ну, все, чуточку. Так. Все. Пусть стоит настаиваться. Потом можно быстренько его выпить. Так. Что с этим? Пусть бешенка еще варится. Так. Сюда доливаем. Еще чуток надо. Сейчас закипятим еще. Так. Все. Бешенка у нас готова. Я, опять же, не делаю быстро. В смысле, я делаю все быстро. Чем-чем, а пирожки к чаю. Я быстро все делаю. Сейчас будем вишню перекладывать. Все. Все. Продолжение следует... 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 вишня. И сейчас здесь у меня прокипятится вот такая а-ля Попитька. Попитька. Это меня в детстве называла бабушка. А Попитька это варенье с водой. Да, это вам не фанта. Хренанта. Ой, 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 ой. Все. На этом буду прощаться. В ящичек поставлю. Вот такие вот делишки мы с вами сегодня сотворили. Попитька. 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 Попитька.